Вау! Хорошо, тогда мы начнем. Ну что ж, я тут заявила такую громкую тему, как сойти с наезженной колеей. Ну, давайте посмотрим вообще. Вот наезженная колея. Когда я говорю наезженная колея, у вас возникает какой-то образ? Ну, у меня, например, возникает нечто такое, что это как такие привычные решения, привычные реакции, привычные поступки. Вот, это как удобные домашние тапочки. Вот, и как-то все удобно, мне не хочется ничего менять, и вроде тапочки уже потрепались, их уже давно пора выбросить. А я все хожу, вот, и ношу эти тапочки, поступаю похожим образом, реагирую похожим образом, и жизнь так проходит. Почему я подняла эту тему? Потому что, когда я изучала Рона Хаббарда, конкретно я начала с книжки Дионетика, вот я вам ее покажу. Ну, вот она, то есть вы можете ее видеть. Вот, то что со мной начало происходить? Я вдруг поняла, почему мне нужен вот этот, как бы новый глоток воздуха, вот этот свежий взгляд на привычные вещи. Потому что я нечаянно для себя столкнулась с данным, которым хочу поделиться с вами. Ну, прежде чем я это сделаю, давайте посмотрим, что мы привыкли думать о себе и о жизни. Вы можете сказать, что... Ну, с самого детства нас учили серьезно относиться. Серьезно относиться к делу, к своим поступкам, к отношениям. Вы можете продолжить список, потому что это не обязательно работа, да, это могут быть серьезные отношения к семье, там... То есть много всего. И вот сейчас я вам покажу вот это данное, о котором я говорила. Давайте на него просто посмотрим. Да, я читаю вслух на тот случай. И здесь идет еще как бы прямой эфир у меня параллельно, да. Я попробую показать свист тем, кто может быть в прямом эфире. Нет, я лучше зачитаю. Значит, слушайте. В этой вселенной никто вообще не может быть серьезным и при этом победить. Чем серьезнее становится человек, тем в большей степени становится сломанной фигурой. Хотите знать, что такое серьезность? Серьезность – это твердость. Это говорит вам о том, что нужно много пространства и много несерьезности, чтобы победить. И вот когда я столкнулась, обнаружила это данное, я так призадумывалась. Ну как же? Ведь надо быть серьезной, надо быть ответственной. А ответственность и серьезность – это у меня были такие схожие понятия. А потом я начала сопоставлять это со своей жизнью. И я поняла, что весь вот этот драйв, все свои победы я получала именно, когда я не была серьезной. Я не тратила много времени там на обдумки, на тяжелые какие-то расчеты. Я просто шла, смотрела и делала то, что считала правильным. Не боясь последствий. И, честно говоря, я много побеждала. И, понимаете, это было таким кайфом вообще сама жизнь, вот когда я поступала именно так. А когда я начала быть серьезной, я понимала, что я перестраховываюсь, что я чего-то опасаюсь. И как-то все замедлялось. Замедлялась моя реакция, замедлялись мои решения. Больше взвешивала вот эту легкость. А что такое серьезность? Серьезность – это твердость. Вы видите, я твердость вот эту даже выделила специально. Потому что твердость – это когда ты не можешь перестроиться. Тебе трудно меняться. Ты не можешь меняться. Ты вот встал вот на эту колею наезженную и чешешь, и чешешь. И просто, ну, это невозможно сойти. И отсюда, получается, я наступаю на одни и те же грабли в своей жизни. То есть, когда я влипаю в какие-то неприятности, потом вроде ситуация меняется, а ты опять повторяешь эту ошибку. Это все – это наезженная колея, и чувствуешь себя вот именно этой сломанной фигурой. Что-то пошло не так. Причем, когда я говорю, что не нужно быть серьезными, я не имею в виду, что не нужно быть разумными. То есть, можно быть абсолютно разумным человеком и при этом относиться легко к жизни. И на самом деле я поняла… Так, сейчас я посмотрю на свои записи. Я тут готовилась вроде как серьезно к этому вебинару. Вот. Но на самом деле вот эта данная, которую я вам показала, оно было своеобразной вспышкой в моей жизни. То есть, я поняла, откуда во мне вот эта тяжесть. И на самом деле я осознала, что же меня мучило по жизни, почему у меня было вот это подсознательное стремление к легкости. Я на самом деле уставала от своей серьезности. Это же так тяжело быть серьезным. И я просто просканировала, провертела назад, детство, да. И есть такие вещи, которые Рон Хаббард, он идентифицировал, ну, как бы он назвал это, ложные данные. То есть, это данные, та информация, которая на самом деле не является правдой. И когда я это данные получила, я начала смотреть, какие же вот эти ложные, неправильные данные я приняла к себе как руководство к действию. И это было такое, что, ну, надо быть серьезной. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Да? А если семь раз отмерь, это насколько дольше идут расчеты, это насколько ты не доверяешь тому, что ты первый раз отмерил правильно. И ты смотришь, а правильно я поступил, а правильно ли вот это мое решение, а так ли надо было делать. То есть, это очень становится медленно. А еще одно потрясающее такое ложное данное, ну, оно не совсем ложное, это как посмотреть. Мы из него потом делаем что-то. Например, как с Карлета Хара из «Унесенных ветром». Об этом я буду думать завтра. Да? Но нет ничего страшного, когда человек, например, устал или у него какая-то ситуация, ему надо оценить, что же происходит. И если он с утра будет вдохнувший, свежий, то, конечно, и вся народная мудрость говорит, что утро вечера мудренее. Да? Когда мы говорим, путник пришел с дороги, и он устал, то говорят, ты меня сначала накорми, напои, спать уложи, а потом уже дело спрашивает. То есть, можно вот это, об этом я буду думать завтра. Но когда человек принимает это как ложное данное, он начинает откладывать на потом жизнь. То есть, ему не хочется на что-то смотреть. Вот вроде бы надо это сделать. Нет, я это сделаю завтра. То есть, вот это происходит такая подмена. И вроде оно основано на каких-то правильных вещах. Вот. И здесь я вам хочу показать одно понятие. Вот. Ну, тех же не первый раз с нами, он уже знает это понятие. Тех, кто первый раз, то я его покажу. Это такое понятие, как постулат. Я зачитаю для тех, кто у меня просто в прямом эфире. Постулат. Ну, это такой специальный термин, который принят, ну, в той системе знаний, в которой я не отношусь. Постулат – это истина, созданная самим человеком. Это мыслезаключение, решение или вывод, с помощью которого человек решает проблему. И я выделила, задает ход событий в будущем. Или отменяет ход событий, который был задан в прошлом. Вот. И теперь, глядя вот на эту дефиницию, давайте посмотрим. Какие постулаты? Ну, например, об этом я буду думать завтра. То, что у нас превратилось, я это сделаю завтра. Я это отложу на потом. И каждый день у нас сегодня, и вот это мыслезаключение, оно начинает работать, оно задает ход событий в будущем, и появляется такая тенденция, ну, ладно, я это сделаю завтра. Ну, еще потом, еще завтра. И так оно перекладывается, перекладывается, перекладывается. И, ну, потом это имеет свои... о которых я потом еще поговорю. Короче говоря, когда я обнаружила вот это данное про серьезность, я стала себя намного лучше чувствовать. И на самом деле, я не знаю, почему я в свое время нашла вот эту книжку Дионетика, вообще Дионетику, знания, да, и почему я за это уцепилась. Я недавно перечитывала эту книгу, да, и я нашла одну цитату, которую тоже хочу вам показать. Это из этой книги. Я зачитываю для тех, кто в прямом эфире. Дионетика – это приключение, в котором нет и сна серьезности. И хотя она имеет дело со страданиями и потерями, в конце концов всегда становится смешно, насколько глупым было то, что послужило причиной печали, и насколько неправильно это было истолковано. И смотрите, на самом деле Рон Хартон в этой же книге приводит пример, как туземцы с острова Тунгамика ловят рыбу. Они берут перекрещенные снасти, и получается такое отражение в воде, как сеть. Просто игра света и тень. И вот этими таким приспособлением, то есть вот реально нет никакой сетки, но вот эти палочки перекрещенные, которые создают эффект вот этой сети в воде, они берут и загоняют эту рыбу. И рыба выбрасывается там на берег, или как они ее вот загоняют в эту кучу и ловят. На самом деле это неправильно истолковано, там нет реальных препятствий, это тень, это просто... Но вот эти рыбки, они приняли это за правду. А если мы рассмотрим это с точки зрения, например, вот как я вам приводила пример ложного данного, то есть такая притча про молодую жену. Молодая жена, которая готовила мужу суп. Вот муж привез такой хороший кусок мяса и попросил ее приготовить. И вот она взяла от этого кусочка, отрезала маленький, да, и сварила такую маленькую кастрюльку. Вот она его раз так накормила, два накормила. Ну, стало интересно, почему она каждый раз готовит вот такую одну маленькую порцию. Она говорит, ну, это же правильно, моя мама так готовила. Это самое лучшее, что может быть. Ну, ладно. Приехали они, кто-то ее маму. Ну, это правда, что она от большого куска отрезает вот этот маленький кусочек. Вот. И так готовит, она говорит, ну, да. А почему вы так делаете? А потому что моя мама так делала. Вот. И когда это выяснение, такое маленькое расследование дошло до прабабушки, которая на тот момент еще была жива, и ее спросили об этом, да, то ее спросили, слушай, вот ты готовила вот этот маленький кусочек мяса в этой кастрюльке. Почему? Она говорит, ну, знаете, на самом деле времена были тяжелые, большая кастрюлька стоила дорого, и у меня была только маленькая кастрюлька, и в нее ничего не помещалось, кроме вот этого маленького кусочка. Поэтому я так и готовила. И понимаете, вот так и мы иногда вот из поколения в поколение повторяем какие-то неправильные действия, да. И если размотать эту ниточку до конца, то это будет, ну, просто смешно. Это просто было неправильно истолковано, неправильно понято. И когда я начала выходить вот из этой серьезности, когда я начала изучать дианетику, да, а дианетика – это не одна книга, это целая серия книг, книг, лекций, вот, то я стала выходить из этой серьезности. Я просто начала видеть, по какому пути мне идти дальше. И с каждым шагом, вот, изучая эти работы, моя жизнь становилась легче, легче, менее запутанной, более простой, более приятной. И я начала приобретать... Есть одна притча, прости, я тоже хочу ее рассказать. Потому что фермер, у него сломался трактор в самый разгар работы в сельскохозяйственных. И он начал вызывать там разных мастеров, вот, там они смотрели, много времени вертели, как-то не получалось, и он позвал такого крутого специалиста. И вот пришел этот специалист, он потратил небольшое, каких-то там, может быть, 5-10 минут на то, чтобы посмотреть этот трактор. Вот. Он взял молоточек и ударил по какому-то месту в моторе, после которого он заработал, как будто с ним ничего не случалось. И этот фермер получил возможность уже сразу работать. И когда он запросил плату за свою работу, он запросил там 100 долларов, да, а фермер возмутился, ну как, ты всего лишь один раз стукнул молоточком, и это что, стоит 100 долларов? Он говорит, нет, удар молоточком стоит 1 доллар, а 99 – это за те знания, которые у меня есть, чтобы я смог вот сделать этот один единственный удар. Вот. Поэтому в отношении жизни тоже можно приобретать компетентность. И когда вы видите какие-то правильные вещи, то вы просто правильно наносите этот удар молоточком, и вам открывается мир, открывается как бы более широкое понимание того, что происходит с вами вокруг. На самом деле вы можете обучиться этой компетентности жизни и тоже почувствовать себя намного лучше, чего я вам желаю, потому что я на самом деле чувствую себя намного лучше, чем когда я начинал. Вот. А для этого что надо? Для этого вы можете заполнить тест, записаться на бесплатную консультацию. Наш консультант подготовит для вас индивидуальную программу, которая поможет вам решить именно то, что важно для вас решить. Вот. Ну, поэтому я так не буду отвлекаться, продолжим. И сейчас, когда я представляю, что бы произошло, если бы я не нашла дианетику и не начала ничего делать, я очень чётко представляю, что моё состояние однозначно было бы другим. есть такая загадка про лягушек. На дереве сидит три лягушки. Одна из них решила прыгнуть. Сколько лягушек осталось на дереве? Как вы думаете? Можете ответить на эту загадку? Кто-то знает ответ? Ну, хорошо. Так, ага. Так, Оксана, все остались. Молодец! Точно. Потому что решить – это ещё не значит сделать. У вас было когда-то решение… Давайте просто сами приведите себе примеры. Когда вы принимали какие-то решения, и, ну, например, начать бегать. А может быть, это было решение начать учить английский язык. И здесь есть два варианта. Возможно, у вас хватило настойчивости, и вы сделали то, что вы решили, и это поменяло ваше состояние. Да, например, но если человек решил учить английский, и он учит английский, продолжает заниматься, он нарабатывает нужную квалификацию, и он знает язык. Или человек начал бегать, он начал быть более спортивным, у него хорошее самочувствие, фигура. Но чаще всего бывает так. Вот я решила, например, там бегать. Вот, ну, побегала один раз, второй раз побегала, и всё. И тогда начинаются такие вещи, как объяснение. Вот, ну, это тяжело, это слишком сложно. Вот, или у меня нет сил. И здесь я возвращусь к тому понятию постулата, о котором я говорила, да? То есть постулат – это истина, созданная самим человеком. И если человек, вот я начала бегать, и я говорю, нет, у меня нет сил, да? То какой ход событий я задаю в будущем, у меня сил будет больше или меньше? Я думаю, если вы смотрите на это, то найдёте ответ на свои какие-то вопросы и на то, почему, например, есть какое-то нежелательное состояние, которое продолжает быть. То есть здесь можно идти двумя путями. Первое – это найти вот это объяснение, которое говорит, ну, я не способен, я не могу, или что-то, и это будет ваша истина, и это задаст определённый ход событий на будущее. Вот, либо вы примете, например, какое-то ложное данное, вот, и будете с этим как-то дальше жить. Ну, например, какое ложное данное в ситуации с бегом. Я решила там похудеть, например, да? Ну, более такую стройную фигуру приобрести. Вот. И я себе говорю, ну, женщина за 40, а это я как сейчас помню, кто мне даже говорил, и я приняла это данное в своё время. Вот. Ну, женщина за 40 должна уже думать, что она выбирает, фигуру или лицо. Да? И вот сейчас вот результат налицо. Вы можете видеть, ну, кто не знает мой возраст, ну, я не буду называть, но я выгляжу намного моложе, чем мне есть на самом деле лет. Да? Да, у меня фигура такая плотненькая, то есть я выбрала в своё время, что я хочу выглядеть более молодо. Вот. И как-то мне вот в этом комфортно. Это комфортно. Вот. И, ну, что же происходит, когда всё-таки мы отложили на потом, то есть мы приняли решение, мы сказали себе, да, я хочу, да, надо, и не продолжили. То есть, ну, не хватило способности просто продолжить. Потому что даже если с тем же бегом, если побегать там неделю-две, это входит в привычку, это бодрость, это хорошее самочувствие, и с вами всё хорошо. Но когда вы решили, например, что я хочу выучить английский, я хочу похудеть, или что-то ещё, что вы там когда-то решили, это вы можете назвать для себя, ну, сами, да, вот, и не делаете этого, то это начинает работать против вас. Это как ящик Пандоры, который вы открыли. Или, ну, если сказать более, ну, другими словами, это как мина с часовым механизмом, который вы сами завели, поставили, вы сами его запустили. Вот, наверное, отсюда и появилось вот это выражение «меньше знаешь, лучше спишь». Но меньше знаешь, лучше спишь, но это же и как бы память ухудшается, и восприятие ухудшается. И есть как бы разные вещи, последствия вот этой вот истины, которую человек принимает. Я хочу делать акцент на то, что это действительно истина, это истина каждого из нас. И у меня полно таких истин. Но когда я это начала изучать, я поняла, что за этим стоит. И вот возвращаюсь вот к этой цитате о Дианетике, что вот за каждым вот этим «не могу», за каждым вот этим страданием, за каждой потерей стоит какая-то глупость. И вот это данное, оно мне тоже помогает жить, потому что я знаю, что что бы ни было, причина в том, что что-то было неправильно истолковано. И весь мой опыт в Дианетике, я именно получаю вот это подтверждение. Когда я откидываю вот эти свои, вот эти ловушечки, которые я была поймана, то это всегда было что-то неправильно истолковано. И вот это что-то, что было неправильно истолковано, оно послужило потом, ну как бы такой большим неприятностям. Поэтому я чётко для себя уяснила, что самый лучший вариант – это лёгкость. Вот. Это значит избавляться от этой серьёзности. Вот. И вот это избавление от серьёзности, оно намного улучшает наше состояние. И поэтому я хочу вам дать ещё одну данное от Рона Хаббарда. Я, к сожалению, не взяла с собой. Я была уверена, что я взяла. Но я знаю по памяти. И это такая публикация, которая называется «Радость созидания». Вот. И в этой публикации «Радость созидания» Бон Хаббард пишет такие слова. «Заставьте себя улыбнуться». Да? Улыбнуться – это значит, я заставляю, я вот просто раздвигаю уголки рта, и я вот заставляю, даже если мне не хочется. Потому что вот эта строчка «Заставьте себя улыбнуться» – это не значит, что должно быть где-то на пути что-то, что вот вызовет, будет послужить причиной моей улыбки. Я сама, я сама могу заставить себя улыбнуться. Просто так. Значит, вот эта строчка звучит так. «Заставьте себя улыбнуться, и скоро вы перестанете хмуриться». Да? И следующий шаг. «Заставьте себя смеяться». Да? То есть это не найдите поводу, а просто вот так прямо и сделайте. Ха-ха-ха, да? Вот так. Вы можете прямо сейчас заставить себя смеяться, вот прямо сейчас в прямом эфире, посмеяться, и скоро вы найдете, над чем смеяться. Понимаете? Здесь идет, как Алиса в «Стране чудес», кто читал. Да? Это как Алиса в «Зазеркале». То есть вы сначала что-то постулируете, решаете, и потом это появляется. Но только для того, чтобы это появилось, надо действовать. И это касается и вот этого состояния, потому что то, что пишет Рон Хаббард дальше, вы сами создаете свои чувства. Никто другой. У меня, конечно, есть много притч и много разных вещей на эту тему, но я не буду сейчас углубляться. Но вы хотели знать, как выйти из ловушки? Поэтому если вы понимаете, что в этих ловушках вы тоже приложили свою руку, потому что вы согласились с какими-то данными, которые ограничивают вас, то вы же можете и выйти обратно. Потому что вот всё моё изучение дианетики, оно свелось к тому, что я поняла, каким образом я создаю свои победы, как я достигаю цели, и я могу это повторить. Я могу осознанно это... Просто я знаю, что я делаю, потому что я изучила вот эти материалы, и я понимаю, как я действую. И когда я понимаю, каким образом я создаю себе вот эти ловушки, когда я создаю себе вот это страдание, вот эту серьёзность приобретаю, я же тоже могу выйти обратно, хотя бы пойти посмеяться. Понимаете, это прекрасный способ улучшить своё состояние. Потому что когда человек находится в хорошем эмоциональном состоянии, у него лучше всё получается. И когда вы общаетесь с людьми, вы можете сами посмотреть и ответить себе на вопрос, с кем вам хочется рядом быть? С такими серьёзными, мрачными людьми? Или с тем, кто может быть лёгким? Кто может смеяться, улыбаться, кто может улучшить ваше состояние? И то, что я хочу сказать, что это не только улучшить чьё-то состояние. Когда человек начинает это делать, вот когда я начинаю общаться, я сама улучшаю своё состояние. И поэтому это радость, вот это созидание – это радость. И выйти из ловушки можно. Я прошла этот путь, то есть не то, что я прошла этот путь, я иду этим путём. Я иду этим путём. Он начался с этой книги. И на самом деле сейчас у меня гораздо больше удовольствия от жизни, чем было в начале моего пути. И на самом деле я была очень такой сломанной фигурой, я была твёрдой. И сейчас я из этого выхожу. То есть это процесс, это путь. Но просто с каждым шагом становится легче, с каждым шагом становится веселее, с каждым шагом становится ярче. И с каждым шагом всё больше хочется жить. Ну, жить такой, знаете, такой интересной, яркой жизнью. И что меня радует, я могу себе это позволить. Вот. И я вам очень этого тоже желаю. Поэтому я приглашаю вас присоединиться. Да? То есть вы всегда можете прочитать книгу. Вы всегда можете сделать тест. Это бесплатный тест. Вы всегда можете записаться на бесплатную консультацию, и специалист составит программу. И эта программа, она не занимает много времени. На самом деле расписание индивидуальное, гибкое. Вы можете сделать... Маленькая вот самая программа, она занимает порядка 10-12 часов. Кому-то надо 25, кому-то надо больше. Но с каждым шагом вы будете приближаться, вы будете улучшать своё состояние. И вот это улучшение состояния, оно начинается сразу. Это не когда вы там что-то закончите. Уже с первых шагов вы начнёте менять своё состояние. Но это надо делать, потому что неправильное действие – это бездействие. Это единственное неправильное действие. Поэтому я приглашаю вас участвовать. Присоединяйтесь. Вы можете мне написать в личку, вы можете написать... Наташа, я вижу, выставила в чате мероприятие ссылку на тест личности, где заполнить тест. И вы всегда можете связаться с нами. Так что я желаю вам процветания, много несерьёзности и лёгкости, потому что как бы это парадоксально ни звучало, это то, что помогает жить. Так что всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!